Мы готовы начать наш первый матч девятого и последнего игрового дня между Персевалем и Колей Шкаренковым. Поехали. Напоминаю, что Коля у нас невероятно скромный человек. Он отказался от призов 200 рублей от нашего главного, наверное, спонсора. Хотя спонсором турнира может быть каждый. Если вы хотите задонатить каждый ваш донат, любая сумма, пойдет на призовой фонд турнира. Таким образом, у нас мистер 489 задонял тело 30 рублей, а Сапгор вплоть до суммы в 1400 рублей, из которых 200 должны были бы отправиться Колю Шкаренкову. Но Коля Шкаренков от этого приза отказался и сказал, чтобы эти деньги пошли в призовой фонд. Собственно, мы так и сделали, поэтому мы стартуем. У нас Персеваль начинает за повстанцев, Коля за империю, империя розовая, а Персеваль у нас в цветах кишира. Видимо, поддерживает он его в матче со мной. Как же так? Пока так получается, что у нас Коля Шкаренков пытается заставить центр, но сейчас просто подорвут этот астероид. Сразу же Коля Шкаренков пока не поставил при этом остальные два своих астероида. Я так понимаю, у него стратегия какая-то, потому что он и против кишира так работал. И что интересно, Персеваль пока не контролит этот астероид и не уничтожает его. А Персеваль тем временем у нас ставит астероид внизу. Коля Шкаренков себя тоже поставил. Персеваль у себя все поставил. Персеваль. 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 Так, у нас турели Корюшка-Нюку застраивает Здесь Персиваль ставит свои турели В центре, и кажется, он накрепко Захватил все здесь, потому что Персиваль Без недооценки Какого-либо соперника Ставит внизу три турели И все у него в порядке Первую стычку, конечно, Колюшка-Нюку проиграл Отгоняют здесь бомбардировщиков Корвет вместе с турели Да, ну здесь, я так понимаю, потихоньку собирается Атака Корюшка-Нюку на bottom Но, видимо, он передумал В зимом передумал И пока ждем, что дальше происходит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Повстанцы тем временем поставили Третью станцию Перцы все еще на второй Как ни странно, но я не атакую такбара У меня атакую такбара И Колюшка-Нюку пока поставил себе аккламатор Я так понимаю Но Колюшка-Нюку отвечает тем же Третий уровень у него Третий уровень у него Субтитры сделал DimaTorzok Ну и пока, видимо, империя здесь проиграет Потому что Акбар жив Акбар жив А у Пьета остались только Ионки Которые ничего Акбару попросту сделать не смогут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и пока у нас ракетный корвет пошли, кстати Пока так Три-четвертая станция империи Сейчас в повстанции все еще третья Может быть тут будет комбэк Кто знает Кто знает Кто знает А может быть сейчас сорвет всю экономику Перси Валериколю Шкринькова И ничего не будет Вкатывается сюда Виктория Будет оборонять он свои астероиды И ставит даже турель сюда Перси Наглеет Наглеет на глазах Ааа, уничтожает вижн теперь Перси Внедрился он все-таки в эту оборону имперскую Если что, ответит Коля Шкринькова сейчас Продолжение следует... Ну что ж, вся экономика у империи снесена Как будет жить теперь Коля Шкриньков непонятно На какие деньги От донатов с Абгору он отказался Так что у него даже этого дохода нет Это... Ладно Это будет тяжело конкретно в этой битве Остается только надежда на то, что он каким-то образом здесь выживет Он пока выживает, в принципе Четвертая станция у повстанцев Видимо, не будет никакой станции у Коля Шкринькова Он может поставить себе Станцию Астероида, я имею в виду, не станцию Станция, наверное, у него идет Каким-то образом сейчас Посмотрим Персевель решает потратить деньги На турели здесь Уживление 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 5 станцию имперцев но если у них деньги на и за и посмотрим сейчас но я думаю 5 или есть очень много дней кстати говоря корешка никого застроился астероида поэтому вполне возможно мы увидим камбэка может и не тому что да а может и нет поехали кстати в битву канонерки а так но я думаю он ждет у перселя 4 станции скоро будет скорее всего 5 но коли 5 берсиоль очень много времени потратил на такую ракетными кроветами не снёс vision колю шкаренкова но возможно он потерял драгоценное время и сейчас он все еще пилит мародерки я солд фрига то есть ли вообще такой фактор как недооценка соперника сейчас у перселя или это так или он действительно уверен в своих силах что он сможет с четвертым уровнем прикончить станцию колю шкаренкова у меня в горе дистанцию он и он и 2 но расколе не сдается значит него есть план а вот он но наконец-то но я так думаю что-то мне подсказывает что все это быстро снесут на самом деле вот это вот все бодягу но мы еще посмотрим уже прямо сейчас персивали ставят пятую станцию и с помощью нее закрепить свою победу но пока будем смотреть и ждать ну и зер пока расправляется в принципе но тяжело тяжело очень идет а но я пока не понимаю если честно что происходит стримы будут на ютубе и на твиче а где-то больше считать комментарии чат с комментариями будет только твичовский так что если люди с ютуба решат поучаствовать в обсуждении битвы в прямом эфире то им придется идти на твич такие его дела потому что на твиче чат работает лучше у вас пока битва продолжается тут уже полным полно просто номерок и скоро станция снесется уже вся она зеленая зеленая желтая естественно и чуть ли не красная ну тут еще один из верно правда я так понимаю в просто таким вот образом с большим преимуществом просто по экономике перцеваль побеждает просто ничего не может поделать здесь колюшка линков даже при том что у него станция 5 уровня перцеваль здесь выиграет просто потому что у него раз два три четыре пять астероидов а у колюшка линкова два ну как ни странно станция еще жива надежда на камбэк все еще сохраняется колюшка линков поехал заканчивать вот эти вот мародерки как можно быстрее но генератор счета нету станции поэтому ничего в любом случае здесь колюшка линков сделать не сможет это вам не матч перфект организма против саша батищева не ракетные короветы плюс еще лазерные короветы здесь потихоньку будут эту станцию кончать а а а а а а Продолжение следует... А сейчас станция еще жива, как не странно, но скоро она, конечно, вот этими ребятами будет подорвана. Тут осталось недолго. И плюс здесь еще две станции, три станции, четыре станции турельные отперсивали. Ну, а вообще-то есть еще пиратская станция, если что, у Колешка-Ленкова. Это так просто, к слову. Все. Это протонка, прям как протонка Люк Скайуокера с Звездой Смерти расправляется. Но здесь уже давным-давно потихоньку заканчивается жизнь пиратской станции. Персиоль побеждает в этой битве, счет 1-0 между ним и Колешка-Ленковым. Сейчас тут, конечно, пытаются что-то еще там придумать. Колешка-Ленкова придумает, кстати, потому что... Ну, как сказать, придумает. Не придумает, конечно, потому что тут еще канонерка его незрядно так тормошит. И не успевает ничего здесь сделать. Кстати, поставил даже астероид здесь. Персиоль. 23 минуты у нас прошло с этой битвой. 1-0 между ними. И Персиоль повел в шуте. Это именно то, что ему надо здесь. Но все-таки давайте будем честны. Все мы именно этого и ожидали. Ну что ж, вторая битва у нас. Где Колешка-Ленков попытается отыграться. Ну а мы и начинаем. Еще раз напомню. Персиоль за повстанцев последний раз отыгрывает в этом матче. А Колешка-Ленков отыграет последний раз в этом матче за... Да и в этом групповом этапе, что уж греха-то, за имперцев. Ну и все мы помним, что произошло в прошлый раз. Ну что в прошлый раз. Вчера буквально за империю у Колешка-Ленкова. Поэтому давайте не будем мы спускать его со щитов. И просто посмотрим на этот матч. Собирают силы повстанцы пока у себя на топе. Но... Вампа-1 Т2Б уже уничтожила. А имперцы занимают топ. Целиком. Я так понимаю... Я так понимаю, здесь тайм-ойлеры уничтожили несколько Т2Б, но на этом все закончилось. Обдурил из-за дисперсивалькович Кринко. Потихоньку потягивает подкрепление на топ здесь. Т4Б пришли. Мне пока тяжело. Тяжело. Плюс еще Чубака здесь пришел. И... В целом... Стоп. Точка все еще... Точка нейтральная стала. Потихоньку она должна будет становиться... А, нет. Чубака все. Чубак выпилили с тяжелого танка. И Коля Шкринку, видимо, пытается захватить завод своим танком, но техникой нельзя захватывать. Только пехотой. Так, тем временем, повстанцы заняли низ. Ну и болеем за вампу, я так понимаю, мы здесь все. Но вампи здесь не жить. Тем временем повстанцы заняли все, кроме центра. Здесь 4 вампы валят эти-эйти. Пощади парня молодого. Слышь? Ну, пощади парня молодого. Серьезно. Эти-эйти пытаются там ногой их, типа, ну, блин, ну, отстаньте. Но нет, они валят его. Один вампы отстал. Второй почти отстал. Неужели у нас произойдет такое, что вампы повалят один на эти-эйти? В конце от концов. Пока на это не похоже и навряд ли произойдет уже. Хотя, кто его знает. Тут вампа... Они отстали. Они отстали от эти-эйти. Решили разбираться теперь с эти-эйти-эйти. Два эти-эйти-эйти они завалили. У нас мега-махач. Перси в этой битве даже не участвует. Он здесь не нужен. Здесь нужны вампы. И вампы валят эти-эйти. Тон-тон пришел посмотреть на этот махач с попкорном. Посмотрите на эту свалку просто металлолома. Еще один. Вампы живет пока, но еще недолго. Вампы неверное. Стратегическое решение здесь сделал. Так, где у нас Перси вальд? Теперь. Перси вальд отстроил все за то время, пока имперцы боролись нещадно с вампой. Перси вальд все отстроил. Наверняка готов к атаке. Да, не увидели мы все-таки за турнир, как вампы повалили и-те-эйти. А тем временем Перси вальд, кстати, пошел в атаку. Достаточно неплохо. Законтролил Сивана Соло. Вырубил всю технику. Странное решение, я так понимаю. Это от разведчиков. Они поставили бомбы под себя и подорвали по сути самих себя, но бомбы на Friendly Fire не работают. Повстанцы здесь срабатывают. Перси вальд показывает свой класс. Пока что тут прям безоговорочно. И повстанцы побеждают наверху. Тем временем. Кстати, Перси вальд не ошибается, оставляют оборону. Ну а что, если им Перси сейчас возьмут и вот так вот обойдут? А? Ладно, тут уж, конечно, намного сложнее, чем это было вчера. Мы все знаем, что Кулешкиников может что-то придумать. Он умеет. Ну и собирают силы потихоньку на атаку повстанцев. Пока повстанцы украли тяжелые танки Перси, но как бы сейчас Хан Соло тут, кстати, застроят турели. Ну а у Перси пока центр целиком и полностью, но у них нет горнодобывающих и апгрейдов, собственно, от горнодобывающих. И горнодобывающих все-таки будут посильнее. И каким-то образом здесь нужно отжимать Кулешкиникову топ, получается. Потому что у него отжать низ пока нет никаких шансов. Тем временем именно Перси помогает избавиться Кулешкиникову от вамп. Но вамп все равно очень любит почему-то Колю и атакует именно его. Он, кстати, быстро с ним расправились сейчас. Перси подготовился, поставил зенитки везде. Пока на самом деле не видно вообще слабости у обороны Перси, но он и не атакует, не торопится пока. Ну и правильно делает, наверное. Продолжение следует... 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 так пошла атака повстанцев с артиллерией мощная повстанцы здесь пехота тоже сейчас будет захватывается с точку высадки кстати говоря глейсеры у повстанцев есть это так просто к слову не повстанцы кстати отхватывает эту точку высадки скорее всего сейчас именно сюда и пойдут подкрепления а Ну что, у нас повстанцев, видимо, захватывают как минимум точки высадки 3 У повстанцев у имперсов осталось всего 8 юнитов на карту Что с этим будет придумывать Коля Шкриньков, пока непонятно Уводит артиллерию здесь, Коля Шкриньков на базу И, кстати, с другого фланга тоже пошли атаки Ну, Персиоль, опять-таки, просто показывает свой класс, это все-таки топ игрок и фаворит турнира Поэтому здесь попросту не получается А, че? Куда? Где? Вы кто вообще такие, ребят? Я не понимаю А? Что? Ракеты? Куда? Ага, окей, ладно Все Ну все, сносят здесь просто, хотя пока и не добрался он до генератора щита Туп игрок, жалко, пиши, хватит, ребят Ну, кстати, все-таки не с очень бодро прошли повстанцы Здесь все-таки ресурсов на все про все не хватает Ну, в принципе, топ-то они тоже прошли бы Просто пока Персиоль вот только сейчас его, видимо, замечает Все-таки отлично но все завладели повстанцы территории империи все здесь даже бомбардировки наверно не нужны глейсеры даже летают перси вали но колюшка венков просто пока ну давайте так скажем его просто пока не хватает видимо опыта для того что на равных везде сражаться с перси валем пока так пока так посмотрим может быть вдруг нас всех удивит колюшка рюков 3 космической битве но это его будет последний шанс на ничью и максимум на ничью потому что перси валь как минимум эту этот матч не проиграет тут седьмом бордировщик имперские плечу но правда против такой аромада повстанцев они мало что смогут поделать ну и плюс не совсем точно ударили они по сути вот в этой зоне никого не было одинокая артиллерия к ней подвинулся ехал т2б он уехал от неё потому что там атака повстанцев на базу империи и ну чтож побеждает перси вали с чем мы его побеждаем чем мы его поздравляем 2-0 в матче против колюшкулин шкуренко шкаренкова шкаренкова я все еще путаюсь 15 минут ну 16 заняло на это у перси валь ну что же 2-0 и я так понимаю очень высока вероятность что это будет последняя битва и перси валь и колюшка ринкова в этом групповом этапе только если что-то вдруг невероятное коля здесь не придумает а он может он может нужно просто постараться достаточно серьезно продумать сейчас свою тактику и постараться две минуты просит у нас колюшка линков и мы ему эти две минуты даем слушаем музон и и и Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, Коля Шкаленков у нас вернулся, не прошло и двух минут, а он уже тут. Ну что ж, мы поехали, это, возможно, предпоследняя битва этого матча. Это Космос, где Персиваль играет за Империю, а Коля Шкаленков будет пытаться отжать у Персиваль ничью за повстанцев. Субтитры создавал DimaTorzok Не ставит Астероид сюда Коля Шкаленков И не идет на низ, видимо, он все еще рассчитывает именно через центр бороться. Возможно, это правильная стратегия, кто его знает, но пока у нас прям такой ярой борьбы за центр именно не было. У нас сразу Астероиды в центре никто не отхатывал. У нас в основном шла борьба за центр, а потом уже через преимущество внизу уже пытались отхватить центр. Как-то так у нас шло всегда. Ну и у нас просто стенд-офф такой. Между имперцами и повстанцами просто из-за этого Астероида. Даже так. Красиво! И пока никто не решается достать свой револьвер. Персеваль стрим смотрит. Ну и пусть смотрит. Он от этого не получает никакого преимущества. Даже наоборот тратить свое время на то, чтобы смотреть его, если он его смотрит. Пока колюшка ленков не пытается пойти вниз. Что забавно, у Винатора и у колюшка ленков постепенно приближаются к зону поражения. К зоне поражения перцев. Здесь имперц себя чувствует снова, как и в первой битве. Персеваль чувствует там себя фривольно. Так, ну что ж, у нас пятая станция у колюшка ленкова. Уже перцев сейчас будет страдать. Ждем Мангла Марио и его база. Ложная инфа, ложная инфа. Третья станция у колюшка ленкова. У перцев пока вторая. И, видимо, пошел Махач. Долго мы ждали этого. И вот он произошел. Ну и пока оттянулись здесь имперцы-повстанцев. Третья станция у имперцев. Поставили турель имперцы. Это уже преимущество какое-никакое. И здесь пока... Здесь пока Махач дзет. Здесь пока непонятно, кто побеждает. У повстанцев одной стороны больше вроде бы юнитов здесь. Но сюда приводят двух бомбардировщиков, Которых хватит для того, чтобы уничтожить генератор щита. Там, опять, если Персиваль их приметит. И не забудет. Он забыл про них. Вспомнил. Атакует генератор щита. Уже поздно что-либо с этим делать. Акбар его теряет. В то же время у нас пошла атака там на Пьета. И сразу же пошла от Персиваль атакам Аккламатором. Ну и, кстати, Пьет тоже теряет свой генератор щита. Колюшка Ренков атакует. Ну и, кстати, Пьет здесь. Здесь будет лежать. Где-то там на Робите Хота. Четвертая станция у повстанцев. И кое-что Ренков выигрывает в этой стычке. Стоялась на центре ему намного лучше, чем... Чем Персиваль, и он продолжает там стоять. А Персиваль пока страдает. Персиваль пока страдает. Но у Персиволя два астероида. Внизу и в центре. Правда, один из них он сейчас потеряет. Хотя, возможно, и нет. Потому что Персиваль юзает свои Акламаторы. И не дает пока Акбару особо что-то здесь поделать. Интересно будет, если прямо сейчас... Колюшка Ренков пошел на пятый уровень. И сразу же запутит свои все Монкла Мари в эту станцию. Будет интересно. В случае ничьей в этой битве Персиваль досрочно выигрывает. В случае победы Персиволя Персиваль досрочно выигрывает. Только в случае поражения мы перейдем к нашей финальной наземной битве. Где может произойти ничья между этими двумя. И может произойти так, что из-за этой ничьей... В случае победы с Абгора над Сашей Шульцем он откатится на третье место. В дивизионе повстанцев. А у нас пришли тем временем сюда Небулон с МК-2. То есть... Кстати, мародерка сюда пришла. То есть у него все еще есть... Не только шансы. У него все еще есть... Возможность отобрать, во-первых, центр. А во-вторых, возможность побыстрее построить пятую станцию. Если он начнет это делать прямо сейчас. Кстати, бомбардировщики пошли от Колюшка-Ленко. Он... Он... Что этот парень творит? Он пошел просто прямо. Ему вообще наплевать на этот центр. Он хочет, чтобы Персиваль страдал. Куда? Повстанцы победили. В первой стычке у нас все-таки продолжительная. Зазначенный... Он пошел дальше. Бешу... Он пошел дальше. Если он уничтожит хотя бы два астероида, я просто закончу здесь все. Но он разворачивается пока. Он хочет до конца уничтожить все, что здесь есть у Персивали. Чтобы вдруг, на всякий случай, без приколов, он мог без проблем атаковать. Здесь бомбардировщики пока атакуют. Они не был лон. А разбитый винатор весь полный. Призрачный винатор такой. Весь в огне. Ну, кстати... Колеш Коренков. Он пока в порядке. А что у нас там с пятой станцией? А пока с пятой станции у нас ничего, потому что Персиваль атакует астероиды. Колеш Коренкова теряет один из них, как минимум. Трет мистер срок 119. Входит он на нашу прекрасную первую битву. Ну, то есть у нас уже третья битва. Первый матч девятого и последнего игрового дня группового этапа. После которого у нас будет два дня выходных. И с понедельника мы начнем плей-офф. Кстати, по команде плей-офф вы можете прочитать такую поверхностную информацию про плей-офф. Когда начало, что вообще там происходит и все такое. Так, а пока здесь у нас так получается, что Колеш Коренков потерял еще один строит. Колеш Коренкова пятая станция. И Колеш Коренков будет что-то здесь придумывать. И кстати говоря, ребят, если вы только зашли на канал, то нажмите под стримом на кнопку отслеживать, чтобы не пропустить. Самые главные игры этого турнира это плей-офф, который начнется у нас в понедельник, на следующей неделе. Где нас ждут самые топовые матчи. У нас как раз таки разогрелись уже все участники за время этого группового этапа. Чтобы вы не пропустили, не забудьте обязательно подписаться. Это бесплатно. Всем временем повстанцы пока очень потихоньку продвигаются. Не спешат. Персвель замечает здесь канонерку. Естественно, он стремится ее уничтожить. Но здесь, конечно же, есть... Неужели Персвель проиграет? У меня почти вот такое впечатление, что у Персвеля пока нет особого плана. Либо он решил поэкспериментировать здесь. Посмотрим. Коля поставил мародерку в астероида, которую никто пока снести не может. И эта мародерка потихоньку будет сносить базу. Ну, как сказать, будет Акбар все. А Манкаламаре пока у Колюшка-Ленкова нет. Все время повстанцы отыграли свое упущенное преимущество здесь. И пока будут, наверное, застраивать стероиды. Есть ли у них деньги на Манкаламаре, не знаю. Если у них один только Манкаламаре, этого, конечно же, будет недостаточно, чтобы здесь уничтожить базу Персвеля. Здесь Канонерка. Манкаламаре уничтожается. И пока, видимо, у нас будет... Манкаламаре приезжает вот сюда пока. Вот так вот. Колюшка-Ленков забыл про стероида. Привет, мистеру 489. Что интересно, лазерная турель сейчас прикончит что-то. А может и нет. Нет, она прикончила один из лазерных батарей. Одну из. Здесь, конечно, Персвеля может просто за оверлодить... Тайфайтерами и всем, чем хочет. Тем временем у нас пошли небулоны на низ. Дима Колюшка-Ленков все-таки настроен... Решительно. Или нет. Или нет. Не хватает ему. Все-таки базовых механик для того, чтобы провести два небулона вниз и уничтожить этот астероид. Манкаламаре пока здесь квасит аккламаторы. В принципе, успешно, но... Не совсем. Четвертая станция империи. Колюшка-Ленков тянет время. Все еще без астероидов. Теперь есть. Ну, прям в меня полетели лазерки огонь. Продолжение следует... Продолжение следует... полетают теперь виктория от персвеля здесь прилетел тартан уничтожил постройку видимо кстати это строят персвеля кому поля я-то все это время думал что у него есть этот астероид на самом деле я перепутал это строит был персиваль а у колюшка римкова нет дохода вот и все и колюшка рюков забыл про него я-то думаю демон каламаре их нет школе шкарюков забыл про его из настроить кило дела персвель надарил даже меня вот настолько он топ ну что ж нет генератора счета у станции включили здесь к намерки и потихоньку будут уничтожать базу повстанцев камбэка здесь не предвидится как печально это не было очень поздно колюшка рюков начал следить за своей экономикой очень поздно тут есть как бы монка ламаре но он ничего уже не сделает и даже если он поставит сюда строят это ему ничего не даст все все Ну что ж, не воспользовался в этой битве ошибками Персеваля Коля Шкиренков, выиграл он первую стычку, но потом у него было большое преимущество, которое он упустил, я думаю, в силу своей неопытности И, к сожалению, проигрывает Персевалю он в сухую Таким образом, Персеваля обыграл в сухую каждого участника повстанческого дивизиона, кроме текущего лидера Сашульса, который уже скоро сыграет против занимающегося в данный момент третье место Собора И это будет увлекательно, оставайтесь на связи Ну а в этой битве, как и в этом матче, побеждает Персеваль В этой битве побеждает Персеваль И Триумфаторное уничтожение пиратской базы И 3-0 3-0, Коля Шкиренков не смог побить Персеваля, но он пытался Давайте ему отдадим должное. Эта битва была неплоха Еще неплоха, но я надеюсь, Коля пересмотрит все эти битвы и к плей-оффу А он играет с Богданом Хмельницким в первом раунде Сетки Повстанцев Он сможет что-то показать Богдану Хмельницкого Они оба будут без побед на турнире и оба будут жаждать получить ее И кто-то из них с турнира вылетит Ну а эти оба прощаются с групповым этапом и переходят к плей-оффу А конкретно Персеваль переходит к ожиданию матча Сабгор Саша Шульц Такие у нас дела Ждем этого прекрасного матча Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому